В Габоне, стране в Западной Африке, продолжаются поисковые работы в районе крушения пассажирского парома. Число погибших возросло до 21. «Из воды достали ещё 15 тел. Они были внутри лодки. Дайверы извлекли их на поверхность. Все они были в спасательных жилетах, то есть люди застряли в лодке». Паром затонул ещё 9 марта. Он вёз пассажиров из столицы Либривиль во второй по величине город Габона – Порт-Жантиль. На борту был 161 человек. 124 удалось спасти. Около 15 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Представитель правительства сообщил журналистам, что у него пока нет информации о возможных причинах трагедии. Паромы в Габоне часто переполнены. По официально неподтверждённой информации, затонувшее судно было перегружено автомобилями и домашним скотом. Индонезийский остров Бали планирует отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов и ужесточить правила въезда. Объясняют это тем, что представители обеих стран всё чаще нарушают миграционные нормы. Приезжают, как туристы, а потом ищут на острове работу. «Мы не вводили такие правила для других стран, потому что их граждане не совершали никаких серьёзных нарушений. Только представители этих двух стран». Также местные власти хотят запретить аренду мотоциклов и мопедов для иностранных гостей. По словам губернатора Бали, туристы нарушают правила дорожного движения. «Пожалуйста, ведите себя как хорошие туристы. Используйте автомобили, предоставленные туристическими агентствами. А не ездите на арендованных мотоциклах без рубашек и шлемов, нарушая правила дорожного движения и не имея водительских прав». Российские туристы – одна из самых больших групп иностранцев, прибывающих в Индонезию. Многие разочарованы. «Считаю, это неправильно. Если будут усложнять историю с визами для особенно русских, украинцев, будем искать другие места для отдыха. Я думаю, Юго-Восточная Азия не ограничивается одной Индонезией. Есть Таиланд, очень красивые места. Будем тогда отдыхать там, я думаю, это не проблема». «Я вот, например, сегодня приехал без шлема сюда. Я посчитал, что мне недалеко и можно проехаться без шлема. Я понимал, что я нарушаю местные законы, но однозначно это неправильно. Возможно, после этого интервью я буду одевать шлем. Всегда теперь здесь». В местных соцсетях распространяется негодование по поводу поведения туристов. Так кто-то позировал обнажённым у священного дерева, а кто-то в состоянии алкогольного опьянения сбил на автомобиле пешехода. «Во-первых, думаю, важно штрафовать иностранных туристов. Нас, индонезийцев, постоянно штрафуют, если мы нарушаем закон. Мы должны подавать пример. Но если они не могут вести себя, как мы, тогда нужно подключать полицию». Впрочем, владельцы проката мотоциклов просят не вводить правила. «Это нас ограничивает. Мы только что вернулись к нормальной жизни после пандемии COVID-19. И с запретом на прокат мы не можем выжить, не говоря уже о налогах. Губернатор должен пересмотреть свой план». «Думаю, это всех замедлит. Тут постоянные пробки. Если вы не на скутере или мотоцикле, то будете проводить дни в машине. Это ужасно». С сентября 2022 года по январь этого в Индонезию прибыло более 77 тысяч россиян. Украинцев за тот же период приехало около 8 тысяч. В джунглях восточного Калимонтана полным ходом идёт строительство. Здесь возводят новую столицу Индонезии – Нос-Антару. Власти обещают, что это будет экологичный город, где природу поставят на важное место. В Нос-Антаре разобьёт много парков и других зелёных оазисов. Здания планируют строить энергоэффективными. А источники энергии будут возобновляемыми. Новая столица по размерам вдвое превысит Нью-Йорк. «Надеюсь, город станет саморазвивающимся. Нам нравится, что он не только пригоден для жизни, но и привлекательно выглядит. Это будет динамичный город». Перенести столицу из Джакарты в Нос-Антару решили по нескольким причинам. Это перенаселённость, а также проблемы с инфраструктурой и экологией. Кроме того, происходит масштабная деформация грунта. В итоге Джакарта уходит под воду со скоростью 25 сантиметров в год. По мнению учёных, в ближайшие два-три десятилетия половину города может затопить. Правительственный проект вызвал критику некоторых экологов, а также представителей общины коренного населения Калимонтана. Аборигены боятся, что у них отнимут земли. «Мы всегда будем их убеждать и рассказывать им о будущем города. Надеюсь, они поймут, что это нужно для всеобщего блага». По словам властей, перенос столицы с острова Ява на остров Калимонтан также должен поспособствовать сбалансированному социально-экономическому развитию западных и восточных регионов страны. Строительство Нос-Антары началось в середине прошлого года. Сейчас здесь трудится 7 тысяч рабочих. Инфраструктура города готова пока только на 14%. Есть основные дороги и вертолётная площадка. Построены общежития для рабочих. Ключевые здания, такие как Президентский дворец, планируют завершить к концу лета 2024 года. А 17 августа следующего года правительство планирует торжественно открыть город и приурочить церемонию ко Дню независимости Индонезии. Луиза и её дочь несут пищевые отходы в новое устройство для органики, установленное в их высотном доме. Оно может навсегда избавить общественное пространство от зловонных мусорных баков. «Это прекрасно, поскольку у нас нет места для компоста». Луиза использует промышленный дегидратор, который измельчает, нагревает и обрабатывает до 100 килограммов пищевых отходов за один раз. «Мы можем сократить объёмы пищевых отходов на 80-85%.» Этот дегидратор – один из шести установленных в многоквартирных домах Мельбурна. Сейчас они проходят испытания. Конечный продукт – процесс дегидрации и переработки удобрения, которое жители могут использовать в своих садах. А это значит, что пищевые отходы больше не отправляются на свалку. Процесс переработки в дегидраторе занимает около 8 часов и охватывает большинство органических отходов. Это намного быстрее, чем обычное компостирование. «Это новое испытание, первое в своём роде в Австралии. 84% жителей нашего муниципалитета живут в многоэтажных домах. И чтобы решить проблему с отходами в Мельбурне, нужно сосредоточиться на высотных зданиях». В Австралии около 40% органических отходов отправляются на свалки. И большая их часть образуется в высотных зданиях, где не так много зелёных насаждений. Если тестирование систем окажется успешным, местные власти обещают расширить проект. Турция снова страдает от стихийного бедствия. На юго-востоке страны не менее 10 человек погибли в результате наводнений. От ливней страдают провинции Шанлы-Урфа и Ады-Аман. За последние сутки здесь выпало более 100 миллиметров осадков на квадратный метр. Дороги превратились в реки, вода уносит автомобили. В некоторых домах затоплены подвалы и первые этажи. Спасатели ищут пропавших без вести. Также помогают людям, оказавшимся в ловушке в собственных домах. Задействуют водолазов и лодки. В этих двух турецких провинциях проживают около 2 миллионов 700 тысяч человек. И они же в прошлом месяце пострадали от сильного землетрясения, которое в целом унесло жизни 48 тысяч турков. Миллионы остались без крова. Многие сейчас живут в палатках и контейнерных домах. И теперь их затопило. Так в Ады-Амане потоком воды один из таких контейнеров унесло вместе с тремя людьми, которые находились внутри. Пока их так и не нашли. Под проливным дождём вынуждены хоронить жертв циклона Фредди на юге Малави. Из могил приходится вычерпывать воду. Жители этой деревни бедствие застигло врасплох. Ночью с горы сошёл оползень. Люди спали и многие не успели спастись. Некоторых унесло вместе с домами. Сейчас найдено 32 тела. Ещё 18 человек пропали без вести. Местные жители рассказывают, что людей уносило грязевым потоком вместе с камнями и упавшими деревьями. «Это было ужасно. В жизни такого не видела. Когда я вышла из дома, мне показалось, что небо падает. Деревья ломались и валились на бок. Я пыталась спасти ребёнка, но не смогла. К счастью, кто-то схватил его и вытащил из воды». А это Блантаер – второй самый густонаселённый город Малави после столицы. Здесь также хоронят жертв стихии. «Мы глубоко опечалены смертью нашего брата и его жены. Он погиб вместе с пятью сыновьями. Ушёл из жизни ещё один наш родственник. Также погибли его жена и двое детей. Всего мы потеряли 14 человек». Циклон Фредди ударил по Южной Африке во второй раз за месяц, принеся с собой ливни и ураганный ветер. В общей сложности погибли 307 человек, ещё 57 пропали без вести. В Малави ситуация осложняется оползнями и наводнениями. Власти сообщают о 225 погибших и 41 пропавшем без вести. Также в результате бедствия пострадали более 700 человек. Не менее 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть дома. Примерно 1300 квадратных километров в территории, затопленной паводковыми водами. «Некоторые оказались в ловушке. Мы не можем добраться в Фоломбо и другие места. Малави нуждается в поддержке». О международной помощи просит и президент страны. «Малави постигла катастрофа. Циклон Фредди отбросил нас назад, даже дальше, чем мы находились во время прошлых трагедий. Я обращаюсь к международному сообществу с просьбой поддержать нас, потому что нам нужна помощь». Циклон Фредди сформировался более пяти недель назад в Индийском океане. Сначала он обрушился на Мадагаскар и быстро ослабел. Потом переместился в Мозамбикский пролив и, вновь набрав силу, двинулся на материк. От стихийного бедствия помимо Малави и Мадагаскара пострадали Мозамбик, Реюньон, Зимбабве и Маврикий. Сейчас Фредди почти рассеялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова